Уважаемые друзья, позвольте приветствовать вас на заседании Высшего Государственного Совета. Мы только что с Владимиром Владимировичем общались по телефону, поэтому я с ним не здороваюсь, мы уже поздоровались. А всех членов Высшего Госсовета хотел бы поприветствовать на нашем заседании. Учитывая то, что в нашей братской России сегодня хороший, добрый праздник, День Единства, я хотел бы от имени белорусов вас, Владимир Владимирович, вы абсолютно в теме, в связи с теми мероприятиями, которые проводите в Крыму, а также членов Высшего Госсовета, всех россиян поздравить с этим добрым, светлым праздником. А также хотел бы попросить моего доброго друга, коллега Владимирович, вас, если будет какая-то возможность, хотя бы через руководство Крыма передать самое теплое поздравление от белорусов крымчанам, пожелать им крепкого здоровья, мужества в это непростое время. Они должны понимать, что они не одни, все мы рядом, и будем держаться друг за друга и помогать в эти непростые времена. Уважаемые друзья, заседание Высшего Государственного Совета силами Дмитрия Мезенцева и его коллегами качественно подготовлено. Если вы не против, мы могли бы начать и очень компактно провести это заседание, поскольку оно не просто хорошо подготовлено, материалы и документы и вопросы, которые вносятся на заседание, не единожды были в поле зрения. За три года двух президентов, Владимир Владимирович, когда-то я помню, что зимой в Сочи инициировал многие вопросы для рассмотрения, но за три года мы подготовили аж 18 крупных проблем, рассмотрели их, в нашем совмине союзном утвердили их, ну а сейчас мы должны подписать соответствующие документы, которые окончательно нужны для принятия и вступления в силу наших законов союзного государства, скажем так. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Высшего Государственного Совета, участники нашего заседания, мы все рады видеть друг друга в добром здравии. Сегодня это как никогда актуально и важно. Разрешите воспользоваться правом председательствующего и объявить наше заседание открыто. К сожалению, разного рода вызовы и угрозы для Беларуси и России, помноженные на неутихающую мировую пандемию, нарушили график наших регулярных встреч. Союзное государство для Беларуси – приоритет из приоритетов. Вместе мы создали уникальную интеграционную модель, благодаря которой обеспечиваются равные права беларусов и россиян, углубляется экономическое взаимодействие. Мы активно сотрудничаем по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, защищаем единые для наших братских народов исторические и моральные ценности. Серьезной проверкой на прочность для отношений между нашими странами стало беспрецедентное внешнее давление. Можно с уверенностью констатировать, что мы эту проверку выдержали. Более того, мы становимся сильнее. Это подтверждают данные экономической статистики. За 9 месяцев текущего года объем союзного товарооборота вырос более чем на треть и достиг в непростые времена 28 миллиардов долларов. Это только за 9 месяцев. Многоплановый характер носит наше внешнеполитическое взаимодействие. Беларусь и Россия выступают с единых позиций практически по всем современным проблемам на разных международных площадках. Нельзя не отметить тесное сотрудничество сферы обороны. Как показали последние события, региональная группировка войск Союза является надежным счетом безопасности не только для наших снад, но и для всего постсоветского пространства. Мы с президентом и не прячем наших намерений усиливать эту группировку в будущем. Отдельная тема в союзном строительстве – решение социальных вопросов, защита интересов граждан. Мы достигли самых весомых результатов именно в проведении согласованной социальной политики, обеспечивающей достойную жизнь и свободное развитие человека. Граждане наших стран имеют равные права в сфере труда, отдыха, здравоохранения, образования. Однако жизнь не стоит на месте. Все мы в той иной степени осознаем необходимость дальнейшего движения вперед по пути заюзного строительства. Тем самым обеспечивается защита интересов Беларуси и России в общем мировом пространстве. То, что мы целенаправленно, без хаоса совершенствуем и внутренние наши процессы, общественные процессы, говорит то, что совсем недавно в Российской Федерации была проведена конституционная реформа и намечены грандиозные планы переустройства и обустройства России. То же самое и Беларусь, следом готовится провести конституционную реформу. Думаю, что в феврале месяце мы проведем соответствующий референдум и примем новую конституцию. Именно в этом залог нашего движения вперед, упорядоченного движения. Мы с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году поставили перед правительственными двух стран задачу оценить итоги союзной интеграции и определить шаги по ее дальнейшему углублению. Сегодня мы принимаем практический отчет о проделанной работе. Документы одобрены Советом Министров Союзного Государства и требуют утверждения на уровне Высшего Государственного Совета, что мы сегодня и делаем. После этого правительствам в течение двух лет необходимо принять меры по реализации церковного ряда концептуальных решений. По сути, мы приступаем к перезагрузке совместного экономического пространства. Она предполагает внедрение современных технологий, стилей, методов принятия решений. Результатом этой работы должны стать формирование качества новой среды, оборота товаров и услуг, создание объединенных отраслевых рынков, реализация единых – финансовой, налоговой, кредитной, промышленной, других политиков. На новый уровень следует вывести сотрудничество органов государственного управления, поставив перед ними задачу решать вопросы двусторонних отношений в первоочередном порядке с учетом взаимных интересов. Вместе с тем, хочу предостеречь правительство от углубления в теорию. Практическую отдачу от принимаемых решений мы должны увидеть, что называется, уже завтра. Прежде всего, речь идет о реализации крупных совместных проектов. Положительные примеры у нас уже есть. Они не единожды обсуждались на уровне глав государств. В частности, в сферах атомной энергетики и освоении космоса. Есть у нас предметные договоренности по другим перспективным направлениям совместной работы, которые мы уже неоднократно обсуждали с президентом, как я уже сказал. Это тот же проект по пилотируемой космонавтике, созданию нового аппарата зондирования Земли сверхвысокого разрешения. Это микроэлектроника, где мы договорились всесторонне проработать вопросы проектирования и производства электронной компонентной базы. Я бы попросил постком союзного государства, лично его руководителя Мезенцева Дмитрия Федоровича, взять эти вопросы на особый контроль. Все договоренности с президентом по таким вопросам, важным перспективным направлениям, должны быть формализованы через соответствующее решение союзных органов. Уважаемые участники заседания, убежден, что решения, которые мы сегодня принимаем в очередной раз, подтверждают наличие огромного потенциала для дальнейшего развития нашего объединения. Впереди нас ждет большая работа, но я уверен, все намеченное будет реализовано в полном объеме на благо наших стран и народов, что соответствует целям и принципам союзного строительства.